Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Утром в субботу детектив Игорь Лукин активно восстанавливал форму после вчерашнего празднования дня рождения соседа по даче. Неожиданно к нему на участок пришел сам вчерашний именинник Лев Юрьевич Ратников. Лев Юрьевич, приветствую! Что такое хмуро-тое? Как здоровье твое? А черт всем, что здоровье. Ведь пропало. Пропало. Господи, неужели свои укра? Так, что пропало-то? Ну-ка, пойдем, в дом расскажешь. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пропало. Пойдем, пойдем. Присаживайся, Лев Юрьевич. На-ка, успокойся и рассказывай все по порядку. Утром встал. Ее нет. Спать ложился, была. А теперь нет. Подожди, кого нет? Картины нет. На стене пустая рама. Холст украли. Это та картина, которой ты вчера со своим другом шушукался? Олег, пойдем, поможешь мне самовар поставить. Катя, а что, электрический чайник уже не катит? Ну, кто ж пьет на даче чай из чайника? Только самовар и нашлишка. Пойдем. Пойду я молодым помогу. А то весь дом продымят городские. А мы еще по одной. Пока чай спеет. Нет, благодарю, мне достаточно. Подожди, старик, слушай, это не этик Калабродского произведения, а? Его. Да? Царствие ему небесное. Ой. Подарил на память, когда в Америку езжал. Уже, наверное, лет 30 тому. Точно его. Левка. Так ты богатый Буратино. Да иди ты. С чего это? Ха! Объясняю. Работы Эдика Калабродского, ну, последние годы его жизни, очень даже в цене поднялись. А после его смерти вообще взлетели. Ты не шутишь? Ты что, она что, правда дорого стоит? Я тебе не знаю, сжай сеньки можно вообще не купить. Ну, может быть. Ну, я тебе говорю, ну. Ну. Петрович. Ну. Я вас очень прошу, не говорите пока никому. Пусть пока не знает никто. Само собой-то, чёрт. Ну, давай. Только, только надежда на счастливую личную жизнь появилась и на тебе. Всё, тар-тар. Подожди, подожди. Лев Юрьевич, а при чём здесь счастливая личная жизнь? Ну, я... Только это между нами. Хорошо, Петрович? Ну, в общем, к Полине я неровно дышу. К Топорковой, что ли? Ну, да. Так я давно это заметил. И что из этого? Да я Полину жизнь с собой вместе не раз звал. Да только проблемы у меня с этим и с этим. Вот с теми таблеточками, что по телевизору показывают, у меня всё хорошо получается. Ну, так и... Да дорогущие они, эти таблетки-то. С пенсией одну штучку только, может быть, в месяц и купишь. А Полина? Баба в самом соку. Ну, в общем, вчера я и подумал на радостях. Продам картину и решу обе проблемы разом. Ух ты! Ну, Поленька, сладенькая моя. Теперь это у нас всё наладится. Ой, это как это? Вот так. Я богач. Картина у меня в гостиной висит, знаешь? Ну. Двести тысячи стоите. Рублей. Уе! Ой, ты! Ну, тебя губу-то раскатал. Кто за такую мазню такие деньги даст? Нет, Поля. Сонин сказал. Да Сонин пошутил над тобой, выпивши, а ты уши развесил. Я тебе вот что скажу. Ты детей своих тряси, особенно сына, да жену его. А то что, сплавили отца в деревню? И квартира у них, и забот никаких. Да при чём здесь дети? Да при том. Купили бы тебе маленькую какую-нибудь машинку. А то сидим здесь прям приклеенные. Ни на рынок не съездить, ни в город не прогуляться. Да я сам машину купил. Поля. Ну, 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 вот когда купишь, тогда и поговорим. Мне ведь многое не надо. Как говорится, лишь бы Кремль стоял, да деньги были. Я вся ваша, Лёвушка. А теперь всё рухнуло. Всё, всё рухнуло. Так, подожди, подожди. Лев Юрьевич, значит, когда твой друг говорил о ценности картины, Кати и Олега в комнате не было. Полине ты рассказал сам. Выходит, о том, что картина ценная, знали только Сонин, Полина, ты да я. Тебя и меня вычёркиваю. Остаются Сонин и Полина. Ну что, в милицию заявляем? Нет, 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 никакой милиции. Ты что, а вдруг это свои? Что же их это, за решётку, что ли? Не-не-не, сами найдём. Ну, если сами, значит, сами. Пойдём, посмотрим на месте. Пошли, идём. Всё рухнуло, всё рухнуло. Ну, слушай, следов взлома нет, Лёв Юрьевич. Замки целы, что здесь, что на калитке. Я так понимаю, чтобы открыть дверь, нужен ключ обязательно. А закрыть это достаточно захлопнуть, да? Конечно, да. Прошу. Прошу. Да ведь я чувствовал, чувствовал. Ты это о чём, Лёв Юрьевич? Вчера была пятница, да ещё тринадцатая. Что-то должно было произойти. Да ты эти предрассудки брось. Тринадцатая такое число, как любое другое. А воруют у нас и двенадцатого, и двадцать пятого. Такое, да не такое. Алло, Иван, надо подъехать ко мне на дачу. Ну да, типа того, поработаем на природе. Ага, и не забудьте, всё необходимое для снятия отпечатков. Давай, жду. Лёв Юрьевич, частенько вас застаю за этим занятием. Прямо как Челентано. Физическая нагрузка. Стресс хорошо снимает. В литературе прочитал. Ну что, никаких следов взлома. Лев Юрьевич, а ты точно один-то ночевал? А то, может, Полина Фёдоровна-то задержалась? Да не сомневайся даже. Один. А ночью? Ничего не слышал? Не, не звук. Я до часа ночи ворочался. Всё про ценность свою новообретённую переживал. А потом, ты знаешь, как провалился. До утра. Без просыпа. Слушай, Лёв Юрьевич, а у кого ещё могли быть ключи от твоего дома, а? Только у Кати. А может, кому ещё давал? Запасные я Сонину давал. Он же у меня два дня жил. Не, ну они на месте, Петрович, на месте. Я проверил. Он их оставил перед тем, как уехать. Мы так договаривались. Да, ведь Сонин-то уехал раньше всех. Где-то в полодиннадцатого. О, вот и помощь подоспела. Привет. Здрасте. Ну что, пойдёмте в дом, займёмся пальчиками. Пойдём. Ну что там, Лёв? На раме отпечатки двух людей. Первые принадлежат Льву Юрьевичу. Нет, ну это понятно. Но на вторые. А вторые Сонина. Они совпадают с отпечатками вот на этой визитке. Как Сонина? Меня ошиблись. Ну а что ты удивляешься, Лев Юрьевич? Он пока гостил, вполне мог картину трогать. В общем-то мог. Но я просто не помню, чтобы он при мне к ней прикасался. Алло, Лен. Слушай, мне надо одного человечка проверить по базам. Кому же мне теперь верить-то на старостях? Записывай. Угу. Сонин Александр Александрович. 1948 года. Слышала? Да, да, я слышала. Хорошо. Давай, жду. А вы что, Сонина подозреваете? Вы ведь сами говорили, что он первый уехал. Ну уехать-то он уехал. Только вопрос, куда? Честно говоря, мне показалось каким-то мутноватым. Так мне поговорить с соседями? Да, Вань. Здесь напротив живет замечательный мужичок. Антонов Виктор Николаевич. Он у нас астроном-любитель. Может, ночью чего и видел. Ну а я с Топорковой поговорю. Ничего-ничего. К Игорю Лукину обратился сосед по даче, пенсионер Лев Юрьевич Ратников. Ночью из его дома исчезла картина, много лет назад подаренная другом художником. О том, что она стоит больших денег, Ратников узнал только накануне вечером от своего старого приятеля Александра Сонина. Кроме него, о ценности картины известно только соседке Ратникова Полине Топорковой и самому Игорю Петровичу. Пенсионер просит детектива помочь найти вора. Виктор Николаевич, вы ничего странного ночью у дома Ратникова не видели? Ну, если не спали, конечно. Спать в такую ночь, молодой человек, это не про меня. Полнолуние ведь. Да, да, я в курсе вашего хобби. Но, может быть, все-таки кого-то подозрительным заметили? Нет, никого не видел. Жаль. Может, звуки какие-нибудь? Я припоминаю, часа в два в доме самого Ратникова я видел слабые блики света, как будто кто-то с фонарем ходил. Не путайте. Не путаю. Я по ночам, между прочим, сплю и по окнам не пяюсь. Да и вообще. Полина Федоровна, а что вообще-то? Да не верю я в эти сказки вообще. Кто за такие деньги эту мазню купит? Придумали тоже. Полина Федоровна, а вы про картинку никому не рассказывали? Вот еще. Буду я эти басни вообще направо налево рассказывать. Меня за дуру примут. Игорь Петрович, вы бы меня поддержали, а? Лева вас уважает. Он вас послушает. Полина Федоровна, а в чем поддержать-то? А пусть Лева на сына своего и на дочку надавит, чтобы они ему машину... Стоп, стоп, стоп. Полина Федоровна, это, как говорится, дела ваши личные, и сами с этим разбирайтесь. Угу. Если верить Антонову, в дом Ратникова пришли примерно в два часа ночи. Да, и заметь, в доме оставили порядок. Ратникова, который к тому времени уже спал, не разбудили. Значит, в доме хорошо ориентировались. К несчастью для Ратникова это могли быть только кто-то из вчерашних гостей. А о ценности картины знал Сонин и Топоркова. Да, Топоркова тетка ушлая, с норовом. Ну, в принципе, могла врать, что не веришь в ценность картины. Можно ли ей верить? Неужели она такая ушлая, что не оставила отпечатков? Мне Сонин кажется более реальной фигурой. Сонин? И ключи у него были. Вот-вот. Игорь Петрович. Да, Лен, что у тебя? Сонин ваш, судя по всему, тот еще фрукт. Ну, давай, давай, рассказывай. По молодости еще в 70-х отсидел спекуляцию, а незадолго до своей эмиграции проходил по делу об афере с антипариатом. Ну, правда, как свидетель. Хорошо, будь на связи. Слушай, Лев Юрьевич, а вообще с этим Сонином что тебя связывает? Вы вообще-то давно знакомы? Да мы еще в институте дружили. Он у нас верховодил, вечно всякие дела проворачивал. Конечно, после отъезда уже не то, только переписка для воспоминания молодости. Слушай, Лев Юрьевич, а он легко согласился к тебе приехать-то? Не совсем. Он же в Россию по делам приезжал, а ко мне обещал заглянуть на часок не больше. Правда, потом все-таки остался на два дня, говорит, от тебя сразу в аэропорт. А что так? Ну, а чего? Решил у друга погостить подольше, молодость вспомнить. Ты знаешь, мне показалось, что ты к нему относишься гораздо лучше, теплее, что ли, чем он к тебе. Ну, я же видел, как он уезжал. У него же один бизнес на уме. Давай. Ну, ладно. Так, дружище, пора. Пора мне собираться. Все, уезжаю. Саш, Саш, подожди. Да ты чего? У тебя же рельс в 4 утра. Ну, посиди, посиди. Ну, когда теперь свидимся-то, Саш? Левка, не уговаривай. Ну, я такси заказал. Вот-вот приедет. Зачем тебе в аэропорту-то торчать? У меня деловая встреча. Старик, не обижайся. Я и так вот все расписание, понимаешь, ради тебя перекрою. Допустим, Сонин увидел у Ратникова картину Калабродского. Сказал ему, что задержится у него еще до самого отъезда. А потом демонстративно при всех уезжает в аэропорт. Ну, на самом деле, он никуда не уезжает, а просто прячется где-то недалеко. Своим отъездом Сонин обеспечивает себе алиби и создает запас времени, чтобы украсть картину. Так, комплект ключей свой он не оставляет в комоде, а забирает с собой. Кстати, отпечатки на ключах только Сонина. Правильно. Значит, а дальше, я думаю, картина была таковой. Сонин где-то в два часа ночи, когда Ратников уже спал, пробрался в дом, забрал полотно, положил ключи в условленное место, захлопнул дверь и уехал. А если его ждала машина в аэропорт, то он добраться до ту дому где-то за час и быть там примерно в три полчетвертого. Ну что, времени вполне достаточно, чтобы успеть пройти регистрацию на рейс. Ну что, Вань, значит, отправляйся в аэропорт, проверь, во сколько Сонин прошел регистрацию и вообще посмотри по камерам наблюдения, во сколько он появился в аэропорту. Хорошо. Да, похоже, Ратникова придется поставить большой крест на своей дружбе. Ну, знаешь, не будем гадать, давай сперва проверим. Петрович, ты уж извини меня, столько из-за меня тебе хлопот вышло. Да ладно, Лев Юрьевич, что так убиваться-то? Подождем результат в экспертизе, а там видно будет, тебе знаешь что, тебе успокоиться надо, отвлечься, займи себя чем-нибудь. Пойду драма колоть. Лучшего средства у меня все равно нет. Да, Иван. Игорь Петрович, но наша версия с Сонином накрывается. Ну, давай, давай, не томи, говори. В аэропорту в зале ожидания есть камера видеонаблюдения, мне показали запись, он появился там полдвенадцатого ночи. Значит, получается, что с отъездом он не врал. Получается так. Он действительно встречался с каким-то мужиком, они пообщались где-то часа два с половиной, и потом мужик ушел. А потом? Потом же он мог вернуться из аэропорта? Нет, зарегистрировался на рей за час до вылета. Так что он никак не мог быть ночным гостем Ратникова. Так что остается подозревать только Катю с Олегом. Видимо, им все-таки как-то удалось узнать о ценности картины. Может быть, подслушали? Да не было их рядом в тот момент. Так что пока не понимаю. Но ключей-то больше ни у кого не было. Да, но уехали они часов в одиннадцать, вернуться не могли. И, видимо, они хорошо подготовились, раз даже своих отпечатков не оставили. Да, представляю Ратникова, когда вы ему сообщите. Так значит, Сашка не брал ее. Да, ну, тогда получается. Господи. Ты мне вот что скажи, Лев Юрьевич. Что тебе известно про отношение Кати и этого, ну, Олега? Да ничего, считай. От них разве добьешься чего-нибудь? Живут в его квартире, спят вместе, а что да как, то отцу знать не положено, видите. Ну, а не знаком он давно? Месяца три вроде. А чем этот Олег занимается? Да бес его знает. Катерина вчера привела его в мой дом в первый раз. Подарочек, ничего не скажешь. Ты это, Олег Юрьевич, ничего не предпринимай. Катерине не звони. Я сам сейчас поеду в город. Детективы расследуют дело о пропаже дорогой картины из дома пенсионера Льва Ратникова. Полотно исчезло ночью, после празднования дня рождения хозяина дома. Подозрения падают на старого приятеля Ратникова Александра Сонина. Найденные детективами улики определенно указывают на него. Однако у Сонина оказывается надежное алиби. К несчастью для пенсионера, подозреваемыми остаются только его младшая дочь Катя и ее друг Олег. Лен, ну-ка пробей-ка эту машину на владельца. А она чья? Эта машина, ну, Олега, Катиного ухажера. Они вчера, когда с дачи уезжали, я чисто по привычке номера запомнил. Вот, пригодилось. Ага. Есть. Харченко Олег Игоревич, 78-го года рождения. Лен, проживает по адресу Глуховский проезд, 17, квартира 23, окончил художественное училище. В настоящее время работает экспертом в российско-американском культурном фонде. Холос. Стой. В российско-американском культурном фонде? Вот откуда он узнал о ценности картины. А ведь правда. С его образованием и специальностью достаточно было просто посмотреть на картину, и все стало ясно. И увидеть подпись мастера. Вот что, Лен, собирайся, давай навестим Катю и Олега, без предупреждения. Да, позвони Ивану, пусть тоже подтягивается. Здравствуйте. Здравствуйте. Весьма неожиданно. Позвольте войти. Ну, раз уж пришли. Ой, Игорь Петрович, что ты с отцом? Да-да, с отцом. Катя, а вы мне не скажете, что случилось с картиной вашего отца? А что с ней? А она пропала. А для вас это новость? Ну, пропала, так ищите. От нас-то вы чего хотите? Мы бы хотели осмотреть квартиру, можно? Нет, конечно. А почему? Не хочу. Вот придете с милицией, с ордером, вот тогда будете права качать. А пока покиньте помещение. Олег, почему ты так разговариваешь? Ты сосед папин. Ну и что, мне теперь всем соседям показывают, что у меня по шкафчикам разложено? Катя, может быть, вы объясните, что происходит? Прошу вас, не сейчас. Может, потом встретимся. Понимая, что Катя с Олегом что-то недоговаривает, детектив установил в комнате скрытую камеру. А Олег, кто за нами? Из окна наблюдает? Ну, ничего. Сделаем вид, что уехали. Понаблюдаем за квартирой с соседнего двора. Угу. Смотрите, луна сегодня полная. Красиво. Поехали. Значит, не так тогда так? Ты все по-своему сделал? Что по-своему? Не делал я ничего. А кто меня вчера всю дорогу уговаривал картину у отца выпросить? Кто меня науськивал? Пусть любимой дочке подарит. А что, это криминал? Ах, вот оно что. Ты? Моими ключами? Пока я спала? Что ты несешь? Поеду отцу, все ему расскажу. Жалко девчонку. Ага. Вор! Дура! Милиции все расскажу. Пожалеешь. Так, двигаем к подъезду. Катю надо подстраховать. Не успели. Игорь Петрович, не успели. Она жива еще, Лен. Да. В общем так, вызывай милицию и скорую. А я в подъезд попробую заставить этого негодяя. Тут похоже удар по голове. Осторожнее, Игорь Петрович, пожалуйста. Что негодяй, а? Успел осуществить свою угрозу? Да отвалите вы, не до вас сейчас. Мне Катю надо догнать. Да? А ты разве ее еще не догнал? Да вы про что? Да про то, что Катя лежит у подъезда. Твои круг дела? Что? Так, отпустите меня. Я ни в чем не виноват. Да пустите меня к ней. А что означали твои угрозы, когда она из квартиры выходила? Да не угрожал я. Я просто имел в виду, что отношения она наше зазря испортит. А почему не дал квартиру осмотреть? Да из чувства протеста. Это оскорбительно. Ну, и то, что Катя на меня подумала. Я тоже обиделся и нагрубил. Убью. Да, Лена. Так. Хорошо. Я понял. В общем, Катю скорую везла. Она без сознания. Тебя к ней все равно не пустит. Так что оставайся здесь и жди следователя. Ну, куда я денусь? Пусть приходит. О, Вань, приехал. Молодец. Ну что, ребята, надо опросить соседей, у кого окна во двор выходят. Вообще-то опера уже начали опрашивать. Хорошо. Вы тоже присоединяйтесь. Вот в дом напротив зайдите. Все, приступайте. А вы кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Моя помощница вызвала милицию. Меня зовут Игорь Петрович. Я сейчас на детективе. Геннадий Яковлевич, следователь. Вы очень, кстати, заходите. Мы с Олегом Павловичем беседуем. Я к вам присоединюсь через минуту. Хорошо? Хорошо. Странно. Подошва сухая. Да, Вань. Игорь Петрович, ну, кажется, удалось найти свидетеля из дома напротив, из окон видели. Похоже, Катя нарвалась на банального хулигана. Как? Верзил и шел мимо, когда Катя выходила из подъезда. Пытался вырвать сумочку. Она сопротивлялась. В общем, он ударил на нее по голове, забрал сумку и дал деру. Ага. И номер квартиры свидетеля? 48. Он даже в милицию позвонил. Хорошо. Ну и прекрасно. Значит, все документально оформлено. Угу. Геннадий Калич, тут в деле открылись новые обстоятельства. Дело в том, что есть свидетель, который видел, как произошло нападение. В доме напротив живет квартира 48. Ну, так что я думаю, что... Я же говорил, чтобы я Катю... Осмотр квартиры Олега ничего не дал. Расстроенные неудачи детективы вернулись в обе. Ну и кто же украл, если не Олег? А почему не Олег? Кто сказал, что он будет прятать холст у себя в квартире? Места-то полно. Ну, в принципе, да. Кража картины, нападение на Катю – это суть два разных эпизода. Даже если это Олег, никаких доказательств у нас нет. И затовится он, и с реализацией подождет. Да. Да, и что же вы теперь соседу скажете? Не удалось поймать вора? Не получилось? Конфуз какой-то. Да нет, Лен. Так и конфузиться мы не должны. И мне все время кажется, мы чего-то не улавливаем. Чего? Ну, понимаете, что меня беспокоит? Зачем вор повесил обратно на стену пустую рамку? А действительно, хотел украсть картину, так взял бы, вытащил холст и беги, пока сосед не проснулся. А так нет же. Он в темноте с фонариком вешает рамку на стенку. А сделать это не очень просто, я пробовал. Ну, зачем? Да уж, еще этот случай с Катей, у Ратникова и так уже нервы сдают. Одно утешение, врачи сказали, что Катина травма не слишком опасна. Ну, ладно, на ночь глядя, не будем Ратникова нервировать, а с утра поеду, все им расскажу. На следующий день Игорь Петрович приехал к Ратникову, чтобы рассказать ему о последних событиях. Господи, что здесь еще случилось-то? Вот что я имею, вот что я имею под конец своей жизни. Другу юности, да, другу юности, на меня бы наплевать, у него дела поважнее. Любимая дочка с варьем спуталась. Но я еще не сказал, что Олег вор, доказательств пока никаких. Личная жизнь в тартарары. Ну, что ты будешь с этим делать? Сожгу. И горе оно все синим пламенем. Вот так-то. Понятно. И что мы здесь сожгем? Так, это совместное фото Кати с Олегом. А это что-то? Такое интересное. Значит, от прошлого избавляешься. Подожди, подожди. Ты мне скажи, дорогой, вот что это такое? Что-что? Сонинские подколы, вот что. Не понял, ну-ка, поточни. Да думали-то. В молодости друзья мои меня пару раз застукали. Ходил я ночью по общежитию. Типа лунатика, знаешь? Ну, вроде сплю, вроде нет. Не часто это у тебя? Да нет. Уж думать об этом забыл. Ну, правда, тогда я даже к врачу обращался. Из-за этих странностей. Ну, процедуры там всякие принимал. Все и прошло. Да, скажи, а на почве чего ты это? Ну, ты понимаешь, вот бывают моменты, какие-нибудь ответственные события, не знаю, на экзамены, например. Помню, перед защитой диплома у меня был. Ну, значит, в период нервного напряжения. Ну, наверное. А к чему эти вопросы, Петрович? Значит, говоришь, пятница, тринадцатая. Ну. Есть у меня одна идейка. Ну-ка, пойдем, пойдем. Бери куфаечку, пошли. Ты чего ищешься, Петрович? Сейчас, сейчас. Сейчас. Ну вот, Лев Юрьевич, вот получай свою драгоценность. Ты скажи, это кто же? Лев Юрьевич, да ты сам, понимаешь, сам ты ее и спрятал. В смысле? Ну, в смысле. Ты сегодня вечером-то на небо посмотри, ага, полнолуние. А было что у нас? Что? Пятница, тринадцатая, правильно? Понимаешь, ну, сам ты разнервничался, кажется, в преддверии новой жизни. Так я как молодость, как лунатик, сам спрятал. Не помню. Ага. Слушай, Петрович, а как же ты догадался, где искать ты? Ну, ты мне что, ты мне сам рассказывал, что для снятия стресса все время рубишь дрова. Ну, значит, твой мозг стрессовую ситуацию ассоциирует с дровами, то есть с полейницей. Ну, я и предположил, что ты мог вот здесь весь спрятаться. Ага. Мудрёвый, да? Главное, что нашлась. Всё, пойду в Полинку обратно. Лев Юрьевич, ты вот что, ты не спеши с прошлым прощаться. Ты с уверенностью в будущее смотри, во. Лев Юрьевич продал картину и устроил свою личную жизнь. О приступах лунатизма он никому не рассказывает. Олег и Катя помирились.